Компания Google решила рассказать о советском ученом-микробиологе-эпидемиологе, члене Академии медицинских наук СССР Зинаиде Ермольевой. Она стала создателем антибиотиков в СССР и получила сталинскую премию первой степени. Микробиология Ермольева увлеклась уже на втором курсе. Она изучала холеру. В 1942 году впервые в СССР получила пенициллин. Позже она активно участвовала в организации промышленного производства пенициллина в СССР. Ее изобретение помогло спасти тысячи жизней во время Великой Отечественной войны. Зинаида Ермольева, почему ее называли госпожой пенициллин. 24 октября поисковик Google посвятил свой дудл знаменитому российскому микробиологу, сегодня 120 лет со дня рождения Зинаиды Ермольевой. Зинаида Ермольева спасла тысячи людей во время Великой Отечественной войны, разработав новый вид антибиотиков. За рубежом ее также называют госпожой пенициллин. Родилась Зинаида Ермольева в 1898 году в области войска Донского, так раньше называлась Волгоградская область. В 1921 она закончила женский медицинский институт в Ростове-на-Дону. На втором курсе обучения Зинаида Ермольева увлеклась микробиологией, которой и посвятила всю свою жизнь. При этом большое влияние на нее оказала эпидемия холеры в 1922, которая как смерч прокатилась по региону. В это время она чуть не погибла, когда выпила жидкость с холероподобными вибрионами, которые сама же и выделила из водопроводной воды. Через несколько часов Ермольева тяжело заболела, однако смогла побороть болезнь. Таким образом она доказала, что вибрионы являются возбудителями холеры, именно благодаря ее открытию с тех пор воду в общественных местах хлорируют. В 1925 Зинаида Ермольева перебралась в Москву. Вплоть до эпидемии в Афганистане 1939 года и далее она продолжала разрабатывать методы диагностики и борьбы с холерой, за что и получила вскоре звание профессора. Во время войны она прибыла в осажденный Сталинград, где могла начаться холерная эпидемия. Зинаида Ермольева в тяжелейших условиях развернула производство бактерии Афага, провела хлорирование общественных колодцев и развернула массовую вакцинацию. За это она была награждена сталинской премией. Дудл про Зинаиду Ермольеву на главной странице поисковика. Google. Во время Второй мировой войны на Западе разработали пенициллин. Поздний Говард Флори за это получит Нобелевскую премию. Однако так сразу делиться революционным открытиям с СССР никто не хотел, поэтому Зинаиде Ермольевой было поручено разработать советский аналог антибиотика. Крустозин оказался даже эффективнее, чем его западный оригинал. Говард Флори, прибывший в СССР, был восхищен работой своей советской коллеги, которую назвал госпожой пенициллин. Это прозвище прочно закрепилось за Зинаидой Ермольевой, причем не только у нас, но и за границей. Вплоть до самой смерти в 1974 году Зинаида Ермольева занималась микробиологией и антибиотиками в частности. Благодаря ее открытиям были созданы препараты, которые до сих пор не сходят с аптечных прилавков, левомицетин, стриптомицин и интерферон. Ранее Пятый канал рассказывала легендарной советской шахматистке Людмиле Руденко. Редактор субтитров А.Семкин